Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено парфюмерному тагу 7 смертных грехов. Я, честно говоря, не собиралась снимать это видео, но посмотрела у других блогеров. Тема интересная, тема такая неизбитая. И много очень людей мне написало в директ в инстаграм. Людей интересует эта тема, но я решила, конечно же, моих подписчиков порадовать и снять тоже видео на эту тему. Ну, какие-то вопросы этого парфюмерного тага, я очень быстро на них нашла ответы. А какие-то вот до сих пор вот они меня немножко озадачили. Нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что да, вот такой-то парфюм – это такой грех, а такой-то – это другой грех. Тут такая абстракция. Абстракция, так что не принимайте это вот прям абсолютно серьезно. Это мое видение на данный момент. Итак, парфюмерный таг – семь смертных грехов. И первый. Гордыня. Какой самый ценный экземпляр в вашей коллекции? Что назовете, когда захотите подчеркнуть свою крутизну? Ну, сразу хочу сказать, что, чтобы подчеркнуть крутизну, наверное, я не буду называть, какие у меня есть флаконы, какими бы они прекрасными ни были, ни их количество, ни их содержимое, ничего подобного я говорить не буду. Как-то мне кажется это странно. Но если мы отвечаем конкретно по этому тегу, у меня есть два аромата, которые, я думаю, могут впечатлить людей, которые любят парфюмерию. Первый аромат – это прекрасный, уже давно снятый, вот такое вот сердце от Alexander McQueen Kingdom. У меня здесь чуть меньше половины уже осталось. Я его очень люблю. Это второй флакон. У меня когда-то был целый флакон, я его использовала. Купили, муж подарил мне еще один, и потом его сняли. Конечно, тогда я не так увлекалась парфюмерией, я не знала, что его будут снимать. Если бы я знала, что он будет снят, я бы, наверное, запаслась и купила бы еще. Потому что аромат прекрасный, аромат... Он, знаете, он мне не надоедает, он звучит очень необычно до сих пор, несмотря на его уже, ну, относительно давний выпуск. Может быть, это еще такой факт играет, когда, знаете, нам говорят, вот, аромат снятый, значит, он шедевр. Значит, он это... Все за ним бегают, все хотят им обладать. Может быть, это тоже влияет, но по факту я его очень люблю. Аромат прекрасен, я им пользуюсь с удовольствием, в особенных случаях, не на каждый день. Так что вот этот первый флакон, который, наверное, подойдет под это описание гордыни. И второй флакон вот этот. Это Gucci Envy. Наверное, он в плане гордости будет послабее, чем Kingdom. Но, тем не менее, вот такой у меня флакон туалетной воды. Он достаточно большой объем, смотрите. И я пользуюсь им просто с удовольствием, особенно летом. Классный, классный. Знаю, кто-то не любит Gucci Envy, кто-то, наоборот, обожает. Я из клана обожателей этого аромата. Ностальгический, красивый, терпкий, такой цепляющий аромат. Очень его люблю. Gucci Envy. Это вот то, что касается первого вопроса. Второй вопрос и второй парфюмерный грех. Алчность. Какой самый дорогой флакон и каких духов у вас больше всего? Самый дорогой флакон, ну, у меня тут даже не флакон, у меня такой набор. Но у меня еще есть этот набор, разбитый по флакону. Ну, вот я пришила вам показать этот набор. Это Grossmith. Марка из Англии. Лондон. Очень старинный парфюмерный дом. Воссоздали они ароматы еще из старых-старых формул. Беру в форму. Вот так это выглядит. Это дорого. Вот это дорого. Это, ну, как бы... Ну, мне кажется, это, да, это самый вот такой дорогой у меня экземпляр. Прекрасно выполненные хрустальные флаконы на таком пьедестале. Красивая коробка. Ну, и ароматы. Если вы, конечно, любите ретро-звучание, то вам сюда. Я очень люблю ароматы, которые звучат винтажно, ретро, дорого. Для меня вот винтажные ароматы – это вот прям роскошь. Я обожаю, обожаю вот этот винтажный дух. Так что, да, у меня вот это, получается, самые дорогие ароматы в моей коллекции. И дальше в этом же вопросе, каких духов у вас больше всего? Вот я не понимаю, это какого направления у меня больше всего? Или чем я запасаюсь экстра-духи? Давайте я отвечу, каких духов направлений у меня больше всего. Это бело-цветочные цветочные ароматы с преобладанием бесподобной, любимой мною, туберозы. Очень ее люблю. Тубероза, жасмин, лилия. Вот все вот эти вот индольные цветы мне очень нравятся. Ну, тубероза, наверное, нет, не индоль. В общем, вот такие ароматы я очень люблю. Также очень люблю сандал. Сандал в ароматах. То есть, ну, вот как-то так. И каких духов у вас больше всего вы имеете в виду? Если я запаслась там какими-то духами вот отдельно, любимыми, то да, у меня есть такой экземпляр. Это же Депо. Это уже вторая бутылочка заканчивается. И вот здесь у меня уже нераспечатанная коробка нового. Я его обожаю, очень-очень, очень его обожаю. Я не знаю, как можно больше обожать, но вот я его так именно обожаю. Третье. Зависть. Парфюмерный грех, зависть. Есть ли в чужой коллекции экземпляр, которому вы завидуете? Нет. Нет таких экземпляров, нет таких коллекций, которым я завидую. Я, наверное, знаете, завидую возможности тех или иных людей знакомиться с ароматами. Например, вот я живу в Сиднее, и здесь некоторые марки просто не представлены. Я даже не знаю, когда их завезут, ли их привезут, познакомлюсь ли я с ними. Также я не знаю, когда у меня будет шанс путешествовать, поехать куда-то, чтобы тоже знакомиться с ароматами. Поэтому я, наверное, завидую только возможности знакомиться с чем-то новым. Вот это да, это я завидую. Но, с другой стороны, это такой шанс, ну, как бы, что завидовать и едь да делай. Так что лучше я буду направлять вот свою какую-то энергию на исполнение вот моих мечтаний о путешествиях, а там уже и о знакомствах с новыми ароматами. Четвертое. Гнев. Есть ли у вас какой-то аромат, который вы люто ненавидите, готовы его уничтожить, взорвать, сжечь? Не знаю, нет, по-моему, у меня таких ароматов нет. Знаете, иногда вот заходишь в лифт и витает шлейф вот каких-то таких дешевых... Вот они пахнут как лак для волос или как дезодоранты такие вот, которые уже смешались с одеждой, которые вы носите не первой свежести вот каждый день. Вот что-то такое. Вот бывают такие ароматы. Я, конечно, такое не люблю, но я не знаю конкретно, что это такое. Но я вот представляю, вот такой немножко грязноватый оттенок они имеют. Хотя, может быть, это просто человек пошел, бежал, не успевал. Ну, нет, нету таких ароматов. Наверное, излишне сладкие не люблю. Сахар не люблю в ароматах. Вот прям, знаете, такие сахарные, когда вот эти кубики сахара даже показывают в пирамиде. И я ни за что даже не люблю, не люблю, не люблю сахар. На моей коже это звучит не очень красиво. Поэтому, да, это не мое. А вот конкретные названия, ароматы и бренды, почему и как, ну, такого нет, нету у меня. Увы, ах. Пятый грех. Похоть. Какой аромат ваш личный афродизиак? Что вас настраивает на легкомысленный, шаловливый лад? Тоже это, вы знаете, аромат не может, мне кажется, на легкомысленный, шаловливый лад настроить. Это все у нас в голове. И там феромоны, афродизиаки. Ну, как бы это вообще не об этом. Но у меня есть два аромата, которые я считаю, как мы это говорим, сексуальные. Это вот этот. Это вот прям мой афродизиак. Это мое, ну, вот парфюмерное я. Оно у меня стоит на фрагрантике. Но это не значит, что это прям вот мое парфюмерное я. Да, я олицетворяю себя с этим ароматом. Это вот просто на данный момент потрясающий аромат, который у меня в свое время просто до глубины души вот просто проник в мой мозг, в мои чувства, в мои какие-то эмоции. И вот, да, это Суперстишес Фредерик Майль. Это вот мой афродизиак, вот мой вот этот шаловливый настрой. Ну, не знаю, не шаловливый, он наоборот такой классный. Классный Суперстишес Фредерик Майль. И второй аромат вообще, это без изменений, это всегда агент-провокатор классический. Знаю, многие не любят. Ну, слушайте, увы и ах, это у всех как бы разные восприятия, разные вкусы. Я обожаю, мой муж обожает. Если мы куда-то идем на выход, обязательно кто-нибудь отмечает и спрашивает, что это за аромат. И все искренне, знаете, правда, агент-провокатор, он классный. Он классный, он вот именно такой настраивающий на, как тут написано, шаловливый лад. Ну, пусть будет легкомысленный, да, шаловливый лад. Шестое. Обжорство или парфюмерный запой. У меня, наверное, самый такой долгоиграющий парфюмерный запой был с ароматами шалемар. Когда я только с ними познакомилась, у меня была вообще любовь, любовь до гроба. Я приехала с шалемарами в трех концентрациях в Сидней. Обожала, обожала. И сейчас очень люблю, вот честно. Ну, немножечко устала, как бы, ну, всему свое время. Но это был запой, не знаю, года три. Вот года три, несмотря на то, что были еще и другие ароматы, вот он был номер один, постоянный, куда-то на выход, на вечер. Всегда, каждый день я его там обязательно использовала. Вот шалемары. И также у меня случился запой такой вот прям конкретный, наверное. Сонель номер пять, Eau de Parfum. У меня уже закончился мой флакон, так что у меня нечем вам показать в камеру. Но вот у меня было 50 миллилитров. И я вот, когда они только появились, я их использовала, ну, просто вот каждый день. И это было совершенство. Я обожала, обожала и сейчас люблю. Сейчас немножечко сделаю перерыв и куплю себе их опять. Но с другой стороны, у меня сейчас есть Eau Premier пятерка. Может быть, еще и подожду. Так что, да, вот такие два, мне кажется, знаковых аромата, Шалемар и Шанель номер пять в концентрации Eau de Parfum, они у меня были, да, в запое. Я ушла с ними в запой длительный. Так, и, наконец, седьмой грех, уныние или лень. Какие духи вы имеете, но не носите, забываете о них, ленитесь доставать из ящика. Ленюсь я доставать из ящика. Я вот, действительно, у меня есть такие ароматы, я вам сейчас их покажу. Я их достала из ящика. Значит так, первый аромат Arpège от Lanvan. Вот, знаете, это уже современная версия. Я бы, конечно, мечтала познакомиться именно с винтажным Arpège, но нет возможности. Причем я периодически смотрю сайт eBay Австралия. Нам вообще очень мало чего представлено. Представлены опиумы, представлено Chanel, но вот чего-то такого нету. Вот я его ленюсь носить. Может быть, в силу того, что Роза его носит, знаете, моя подруга Роза, она его любит, носит. Как бы я не хочу повторяться. Ну, как-то, не знаю. А может быть, в силу того, что иногда он индолит на моей коже, причем неприятно индолит. Ну, и это ты не можешь угадать, как он раскроется, потому что это не зависит от погоды, это не зависит от жары. Вот просто вот он начинает индолить, как вот ему возбредет в голову. Если вы знакомы с концентрацией винтажного арпежа, может быть, в духах, напишите мне в комментариях, что это вообще, как это пахнет. Я, конечно, мечтаю. Сейчас это прекрасный, белоцветочный, альдегидный, мыльный немножко аромат с явными нотами индола. Вот для меня вот даже вот так вот пахнет с пульверизатора. Ну, красивый. Но вот я ленюсь носить. Может быть, от страха, что вот как-то не так, а на мне он раскроется. Датуре Нуар. Датуре Нуар Серж Лютанс. Сейчас, несмотря на всю мою любовь к этому аромату, ношу его очень редко. Не знаю даже почему. У меня, знаете, у меня стоят лютанцы вот на верхней полке вот так вот в ряд. И вот он стоит где-то вообще сзади, и я то ли о нем забываю, то ли что. И вот, знаете, иногда прям, о, у меня же да турнуар есть. Вот как-то вот до такого доходит. Ленюсь. Ленюсь заглянуть в дальний ряд лютанцев. И еще ароматы, которыми я обладаю, но ленюсь о них даже с вами поделиться, рассказать о них. Это вот такой бренд. Называется Готи. Это итальянский, по-моему, бренд. Вот так выглядит коробка. Вот у меня есть такой аромат. И вот в этой коробке, так она открывается, такой брутальная, брутальная такая коробочка. Здесь в мешочке лежит другой аромат. А несмотря на простоту дизайна этих флаконов, сами ароматы очень такие интересные и глубокие. Видите, этот я вообще практически не использую. Этот у меня более в фаворитах. А не ношу, не ношу, ленюсь. Они у меня стоят внизу. Этот вообще в коробке лежит. Поэтому что-то как-то не знаю. Хотя марка, парфюмерный дом, прекрасный, замечательный. Я не знаю, насколько он известен в России. Но вот... Напишите, если хотите, на них какой-то обзор. Я сделаю, постараюсь сделать. Если будет у меня, как бы... Если у вас будет желание. И последний аромат, который я прям ленюсь носить и ношу крайне редко. Хотя вначале я прям вот так балдела от него. Это Van Cleef & Arpels Precious Oud. Вот такой вот аромат. Эксклюзивная линейка ароматов Van Cleef. Значит так. Precious Oud. Я небольшой любитель уда. Но в этом аромате его как такового и особо-то и нет. Это такой вот просто... Ну, древесный аромат. Древесно-амброво какой-то вот. Землистый немножко. А чего я его не ношу? Слушайте, поставлю-ка я его на верхнюю полку. Он такой прекрасный. Мне кажется, у нас сейчас похолодало. Он будет вообще супер. В общем, вот знаете, видимо, периодически нужно просто свои полки как-то переставлять с одной полки на другую, чтобы ни о чем не забывать. Поэтому да, вот такие ароматы, о которых я забываю и ленюсь их носить. В общем-то, на этом все. Такие у меня семь парфюмерных грехов. Не знаю, как вам понравилось видео в этой или не очень. Но мне было интересно его сделать. Не хочу сказать, что вот это вот прям вот стопроцентное мнение о том или ином аромате и ответ на такие вопросы. Потому что вопросы более какие-то они... Мне кажется, это должны быть психологические, что ли, парфюмерные грехи. Не знаю. Что-то наговорила. Ладно. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Пишите свои комментарии. Напишите, еще раз повторю, если у вас есть арпеж винтажный, напишите, пожалуйста, что же это такое, с чем его едят. Мне очень интересно было бы его понюхать. Все. На этом окончательно с вами прощаюсь. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok